Здравствуйте! В эфире информационная программа новости в студии Алена Шеваргина. И вот о чем я и мои коллеги расскажем вам сегодня. В трех зареченских школах появятся новые ограждения. Качество и темп их установки оценил заместитель главы администрации Заречного Сергей Воронянский. Работы по возведению современных заборов выполняются согласно требованию правительства Российской Федерации к антитеррористической защищенности образовательных организаций. В 2021 году запланировано 8 миллионов на капитальный ремонт ограждений. Будет восстановлено периметральное ограждение в школах номер 221, 222, 225. Дополнительно на центральных воротах будут установлены реакторы привода, которые будут для автоматического открывания ворот. На калитках будут установлены электромагнитные замки, которые будут открываться с карт или же с поста охраны. Пожарной спецтехнике с трудом удается маневрировать в городских дворах. Из-за припаркованных легковушек огнеборцы теряют драгоценное время, добираясь к месту вызова. Необходимо освобождать придомовую проезжую часть для проезда специального транспорта. Водитель пожарного автомобиля теряет драгоценное время на пути следования к месту вызова. В Заречном продолжаются праздники двора. На улице Зеленая, 10 Г встретились жители микрорайона, чтобы прекрасно провести теплый летний вечер. Их ждали спортивные, образовательные и творческие площадки. Мы будем радовать прекрасным представлением, которое называется «Извичкины сказки». Это по русским народным сказкам. Представление, я думаю, будет интересным и детям, и взрослым. А теперь об этих и других новостях подробнее. В трех образовательных учреждениях Заречного усилят меры безопасности. В школах номер 221, 222 и 225 установят новые заборы и системы ограничения доступа. На эти цели из регионального бюджета выделено 8 миллионов рублей. Качество и темпы установки ограждений трех школ оценил заместитель главы администрации Заречного Сергей Воронянский. На плановом объезде побывала и наша съемочная группа. По периметру трех образовательных учреждений Заречного появятся новые заборы и системы ограничения доступа. Они будут установлены в школах номер 221, 222 и 225 с целью обеспечения безопасности учащихся. Есть постановление правительства Российской Федерации, где установлено требование к интересической защищенности образовательных организаций. В 2021 году запланировано 8 миллионов на капитальный ремонт ограждений. Будет восстановлено периметральное ограждение в школах номер 221, 222 и 225. Дополнительно на центральных воротах будут установлены электроприводы, которые будут для автоматического открывания ворот. На калитках будут установлены электромагнитные замки, которые будут открываться с карт или же с поста охраны. Средства на установку ограждений по периметру образовательных учреждений выделены из областного бюджета. В настоящее время материал закуплен в полном объеме. То, что касается установки заборов, то эту работу мы заканчиваем по трем школам, где-то процентов 80-90, на разных школах по-разному. И приступаем. На одной школе приступили к монтажу слаботочных сетей, на двух других приступим где-то через две недели. Работы по установке ограждений планируется завершить к середине сентября. После этого проход на школьные территории по сторонним лицам будет невозможен. Наталья Елистратова, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Число выявленных в России случаев заражения COVID-19 с начала пандемии превысило 6,5 миллионов. За последние сутки заболели 21 932 человека, уточняет оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Выздоровели за все время почти 5 миллионов 829 тысяч россиян. Свыше 168 тысяч пациентов спасти не удалось. В Пензенской области число инфицированных с начала пандемии превысило 59 тысяч. Прирост за минувшие сутки составил 240 случаев заражения. За все время вылечились более 47 тысяч человек. За последние 24 часа выписаны по выздоровлению 97 пациентов. В «Заречном» 12 августа подтверждено 10 фактов заражения коронавирусом из числа ранее выявленных. 10 минут – столько времени максимально дается тяжелой спецтехнике для прибытия к месту пожара. Зачастую огнеборцы не могут выполнить этот норматив из-за припаркованных во дворах автомобилей. Одна из таких легковушек создала помехи для установки автолестницы на случившемся недавно пожаре в одной из квартир на улице строителей. В целях предупреждения подобных ситуаций в «Заречном» состоялся совместный рейд сотрудников МЧС и ГИБДД. Подробности в следующем материале выпуска. Пожарная автоцистерна медленно выбирается из ловушки. Тяжелая машина с несколькими тоннами воды на борту застряла в узком дворовом проезде на улице Комсомольской. С одной стороны – бордюр, с другой – припаркованные на стоянке личные автогорожан. Но даже несмотря на наличие специального кармана для транспорта жильцов, места для маневра у спецтехники нет. Еще одна ситуация, с которой сталкиваются водители пожарные – автомобили, оставленные в межквартальных проездах. Необходимо освобождать придомовую проезжую часть для проезда специального транспорта. Водитель пожарного автомобиля теряет драгоценное время на пути следования к месту вызова. Максимальное время прибытия к месту вызова в «Заречном» – 10 минут. Но требуется сделать это быстрее, ведь на пожаре дорога каждая секунда. И здесь у водителей уже нет времени на сложные маневры. Также стоит уделить особое внимание, что установка автолестниц, которая является основным средством спасения людей с высоты, также зависит от подъезда к зданию. Проблемы с установкой автолестницы возникли 8 августа, когда в 12-м доме по улице Строителей произошел пожар. Из-за припаркованной легковушки тяжелая машина со специальными опорами долго не могла встать в нужном месте. Проблему удалось решить с помощью мастерства водителя. К счастью, в тот раз спасать людей с высоты не понадобилось. В противном случае сотрудники МЧС просто не смогли бы помочь им. Ведь оказывается, даже от такой мелочи, как оставленный в проезде автомобиль, могут зависеть жизни и здоровье других. Ксения Тризна, Владимир Полищук, телерадио, компания «Заречный». Во дворе дома номер 10 Г на улице Зеленой состоялся праздник двора. Жители этого микрорайона – активные участники соревнований непрофессиональных ландшафтных дизайнеров. Организаторы подготовили для горожан спортивные, образовательные и творческие площадки, на одной из которых зареченцам показали спектакль «Под открытым небом». Ксения Тризна продолжит. Плакать просто некогда. Дети и взрослые собрались вместе на праздники. На «Зеленой 10 Г» встретились жители микрорайона, чтобы прекрасно провести теплый летний вечер. Их ждали спортивные, образовательные и творческие площадки. Мы будем радовать при классном представлении, которое называется «Исичкины сказки». Это по русским народным сказкам. Представление будет интересным и детям, и взрослым. Погружение в сказки можно было продолжить. Для этого детворе надо было пройти настольную игру. Ее своими руками сделали ребята из анимационной студии «Фантазеры». Мы ходим, кидаем кубик, если попадаем на красный цвет, отвечаем на вопросы викторины по российским мультфильмам. Мы задача игрока победить. Праздник прошел в рамках конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор». Жители этого микрорайона – активные участники соревнований непрофессиональных ландшафтных дизайнеров. В каждом дворе свой подход к созданию клумб. Например, жители «Зеленой 10 Г» предпочитают многолетние растения. Были посажены же многолетние растения все. И сейчас они у нас с такой скоростью разрастаются, что нам в осень нужно будет их делить и уже пересаживать другие места. То есть у нас опять планы, 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 как каждый год. Можжевельник, разные виды лилейников, очиток, бадан – жильцы дома высаживали вместе. И также сообща ухаживают за растениями. Наверное, жители, когда сажали вот это вот все, приложили все свое сердце, всю свою любовь. И, конечно же, с легкой руки у нас все эти растения, все можжевельники, все хвойники – все это пошло. Так жители не только создают уют в своем дворе, но и украшают город. Их инициативность и неравнодушие – отличный пример для подражания. Ваш двор, наверное, один из самых молодых в нашем городе, но, наверное, один из самых активных. Он постоянно принимает участие во всех конкурсах, проводимых в рамках проекта «Мой дом, МОДВО». Зимние забавы и различные другие инициативы, которые проводятся в городе, в них всегда вы принимаете самое-самое активное участие. Праздник на зеленой 10Г прошел в рамках проекта «Атомная команда в моем дворе». Его задача – ближе познакомить горожан с корпоративными инициативами и мероприятиями Росатома. Кроме этого, у жильцов была возможность пообщаться с представителями муниципалитета, обсудить существующие проблемы и высказать свои предложения. Ксения Тризна, Владимир Полищук, Телерадио, компания «Заречный». Состоялся творческий вечер городской поэтессы Барда и члена Союза писателей России Светланы Попеевой. Выступление проходило не на сцене, а под открытым небом, на площадке летника информационно-библиотечного объединения «Заречного». Небольшой концерт был посвящен летнему настроению. В его программе звучали детские стихи и песни не только Светланы Попеевой, но и других авторов. Он на заводе расщепляет атом и охраняет мирный сон детей. С утра стартует он на старт. Раз надо, значит надо. Он может белый дом достать. В Соединенных Штатах он не взрастил на Марсе сад, но распирает гордость. Когда с волнением в глазах нас с ним встречает город. В «Заречном» по итогам июньского форума городские сообщества в действии был создан клуб молодых бабушек. Его целью является просвещение старшего поколения в вопросах современного ухода за новорожденным, оказание грамотной поддержки новоиспеченным мамам в непростой для них период адаптации. Очередная встреча клуба молодых бабушек состоится 18 августа в 18 часов на базе молодежно-досугового центра «Ровесник». На нее приглашают всех желающих горожан. Собравшиеся обсудят проблемы организации грудного вскармливания и поговорят о том, как поддержка родственников оказывает на нее влияние. Подробнее о том, какую просветительскую работу ведет в «Заречном» клуб молодых бабушек и почему она особенно актуальна в период пандемии, мы поговорим с создателями этого проекта, участниками форума «Городские сообщества в действии» Еленой Шустиковой и Викторией Забалуевой. Они появятся в нашей студии сразу после короткого рекламного блока. Не переключайтесь! В «Лале-Антилоп» недели горячих летних цен. Мутоны-дубленки от 17 500 рублей. Только с 5 по 16 августа. «Лале-Антилоп». Магазин «Хобби и творчество» готов порадовать детей и взрослых широким ассортиментом товаров, способных сделать жизнь ярче и интереснее. Магазин «Хоббиты». Улица Зеленая, 10Е. На Ленинградской АЭС приступили к производству жидкого кислорода для медицины. Стартовала сборка оборудования для первой в Египте атомной станции. В Петрозаводске прошла премьера детского мюзикла «Ну-Кидз». Смотрите в среду в 20.00. А мы возвращаемся в нашу студию. У нас в гостях участники форума «Городские сообщества в действии» Елена Шустикова и Виктория Заболуева. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. В июне в Заречном проходил форум. Расскажите, пожалуйста, какой проект у вас там родился? Ну, мы начнем с того, что мы приглашены были туда с разными проектами. На самом деле мы пришли туда с нашим проектом «Маминдар», который уже работает. Это школа подготовки к родам в Пензе и в Заречном. А сейчас уже онлайн. У нас уже восьмой был поток очный. И сейчас запускается седьмой поток онлайн. Но на форуме там было крайне интересно. И за моим столом был проект в центре обучения. А вот Виктория… Да, мы слушали многих спикеров. И один из спикеров рассказывал, как в Рюпинске у них активную роль выполняют женщины, пожилые пенсионеры. И когда ты много лет работаешь с аудиторией молодых мам, и в том числе с их семьями, возникла идея, чтобы организовать такое сообщество, которое активно будет поддерживать этих молодых мам. И так возникла идея клуба молодых бабушек. Бабушек – это место, где бабушки будущие, которые планируют стать бабушками в ближайшее время, или которые уже недавно стали бабушками, или может быть они уже давно стали бабушками. В любом случае, это сообщество, которое организует эту поддержку молодой мамы, недавно ставшей молодой семьи, я бы даже так сказала. Потому что, когда мы обсуждали на форуме за нашим столом вообще всю эту идею, у нас было много пожилых мужчин, пенсионеров, которые говорили, не только мама, но и семья, не только бабушки, но и дедушки. Да, и однозначно это так и есть, потому что все-таки семья – это и бабушка, и дедушка, мама, папа. И все это для того, чтобы создать хорошую поддержку для молодой мамы раз, и чтобы эта поддержка была компетентна. То есть идея клуба в том, чтобы собираться и получать качественную информацию об уходе за ребенком, о воспитании ребенка и так далее. То есть уже к нам обращаются какие-то разные эксперты в разных сферах, которые готовы поучаствовать в этом клубе для того, чтобы доносить важную информацию до той семьи, в которой будет рождаться новорожденный или в которой уже родился ребенок. Сколько сейчас уже участников в клубе? Ну, сложно сказать, потому что каждая тема, она интересует разное количество людей. У нас была только одна встреча, и на первую встречу у нас пришло около пяти участниц, плюс эксперты. И нужно учитывать, что это сейчас сезон летний, огороды, бабушки – это всегда дачи. Вот, мы планируем проводить встречу и в августе. Я, если надо будет, подробно расскажу об этом, потом попозже. А на базе какого учреждения вы собираетесь? Нам очень хорошо помогает клуб «Ровесник», и Андрей Борисович Трифонов представляет помещение гостиной. И очень уютное место, где мы можем собраться, там даже чай попить. И в целом задача клуба – создать такую неформальную обстановку. И вот у нас была первая встреча, мы хорошенечко так пообщались, попили чай. Чтобы не было ощущения, что это какой-то лекторий, а именно доверительное такое экспертное мнение, которое передается на неформальной основе. Кто определяет выбор тем для лекции? Я хочу сказать, что, учитывая, что была одна встреча, выбор тем – это была супернасыщенная встреча, где у нас и наонатолог выступила, и я выступила с темой послеродовой депрессии, как ее избежать. И Виктория выступила с чудесным вообще докладом, самым лучшим – 10 лайффаков для бабушки, для молодой. Да, 10 принципов успешной бабушки. То есть у нас, можно сказать, были все темы сразу в этом, но я пытаюсь вот сейчас сказать, вставить свое слово о том, что это реально о том, что человек, когда родился, он беспомощный, в отличие от всех других, и ему нужна поддержка. А мама, которая родила, она затратила огромный ресурс на роды, и в послеродовом периоде у нее не всегда есть вот этот ресурс, чтобы эту поддержку оказывать. И семья, в данном случае бабушки, дедушки, другие там окружающие люди, они должны понимать, как вот эту поддержку оказать. И вот главная цель нашего этого сообщества – это как бы поддержка для молодых мам, прежде всего. Да, через поддержку. Вот это об этом. На ваш взгляд, вот послеродовая депрессия, как она часто встречается у женщин? У нас нет статистики открытой, потому что это у нас в нашем как бы обществе не самая такая вот тема, но на сегодня момент я хочу сказать по всех международных рекомендациях. Первое, с чего начинается вообще послеродовая депрессия, это тема именно послеродовой депрессии, предложить через три недели опросник, шкалу там специальную, оценить психологическое состояние. То есть диагноз у нас ставится, безусловно, редко, как вообще диагноз депрессии в нашей стране, он не частый. Но, как правильно сказала Виктория перед тем, как вот мы сюда зашли, раньше жили большими семьями, и это был совершенно другой уклад. Сейчас четыре вот этих наших стены, замкнутое пространство и одна мать с ребенком. Вообще послеродовая депрессия – это не редкость, это не редкость, и нужно правильно, вовремя это отследить, оценить, помочь. Виктория, я знаю, что Вы являетесь консультантом по грудному вскармливанию. Да. Вот как не совсем верное поведение родственников после родов может негативно оказать влияние на женщину? Ну, одно из, наверное, важных правил поддержки, когда женщина оказывается в семье с новорожденным ребенком, это помочь ей ту информацию, которую она получила за время беременности, дать ей право быть мамой. Потому что очень часто есть разные сложности, связанные с тем, что либо родственники обесценивают ее усилия или знания, говорят, да ну ладно, мы там кормили, тебя выкормили по часам, или мы вообще выкормили тебя на смеси, если это там мама. Или же мы, очень страшная штука, выкормили коровьим молоком, да, то есть это вообще категорически сейчас ни в коем случае не надо этого делать. И все было хорошо, но потом никто не отслеживает в будущем, как это влияет на здоровье уже взрослого человека. И обесценивание такое случается. Случается просто отсутствие достоверной, компетентной, современной информации о физиологии лактации. Это приводит к тому, что просто заканчивается грудное вскармливание, потому что организация грудного вскармливания неверна. В том числе, как вы упомянули, и по часам, и использование заменителей груди, и в целом вообще отсутствие отдыха, например, у мамы, да, потому что она, может быть, очень много на себя берет. Вот, потому что вот я буквально недавняя такая ситуация, недавняя ситуация у меня такая была, когда мама третьего ребенка, третьего Кесарева, выкормила двоих детей первых грудью. И так случилось, что ребенок оказался маловесным, и ей сложно было вообще его приложить, и она не знала, что с этим делать, потому что у нее как бы опыт есть. И вот так получилось, что я оказалась дома в день выписки у них, да. И вот это ощущение у нее опытная мама, понимаете, то есть у нее есть уже опыт вскармливания и ухода за детьми. И даже она оказалась в ситуации прострации, то есть она не знает, за что хвататься, она не понимает, что происходит. Это период адаптации, и если в этот момент, когда мама оказывается дома, родственники, близкие берут на себя, там, я не знаю, приготовление еды, берут на себя уборку, и какие-то другие связанные, не связанные с уходом за младенцем вещи, это очень хорошая поддержка. И по сути, это то, что поможет женщине быстро понять, что происходит, адаптироваться и так далее. То есть на своей прошедшей встрече вы рассказывали участникам клуба о современном уходе за новорожденным, как это важно сейчас и как это очень нужно. Да, мы говорили о том, что неонатолог сказал о новых, не о новых, а о современных представлениях за уходом, потому что об уходе. Потому что очень часто есть разные примеры, та же ситуация, вот приведу пример с купанием ребенка в кипяченой воде. И хочу сказать, что это такая, ну, атовизм, и он должен уйти вообще, в принципе. Очень много моментов, которые были, казалось бы, незыблемыми, там, диета на ГВ, купание в воде, вот это вот в травах, да, вот это вот тоже. Это было то, что вот когда росли наши дети, и понятно, что бабушки, они от хорошего хотят своими советами. Ну, так они советуют, да. И поэтому на сегодня мы, вот это вот как просветительский такой проект, он нужен для чего? Для того, чтобы не было конфликтов на самом деле между старшими родственниками и получившим новую информацию молодыми мамами, молодыми родителями. Мир меняется, и поменялся очень сильно подход сейчас в медицине ко многим вещам. Я бы, если бы меня спросили вот в акушерстве, да, в чем он поменялся, даже в уходе за младенцами, он стал более естественным. Мы стали изучать в большей степени природу, эволюционные механизмы, нашу биологию. Мы больше знаем теперь про то, как устроен наш мозг. И мы становимся в этом плане уже вот с научной стороны ближе к природе. Понимаете, не от того, что от незнания, а от того, что мы знаем, что это правильно, что это нормально, что это делает нас, в общем-то, людьми, теми, кто мы есть. Как вас найти, как присоединиться к клубу и когда состоится очередная встреча? Смотрите, у нас есть группа ВКонтакте, у нас есть в Телеграме группа поддержки грудного вскармливания, где мамы уже имеют вот эту группу поддержки, и их родители тоже могут участвовать вот в этом общении, в поддержке. И мы планируем следующую встречу, у нас предыдущая встреча была 15 июля, сейчас мы планируем встречу 18 августа в 18.00 в клубе «Ровесник» на Комсомольской, 9, по-моему. Здесь какая будет тема? Тема очень легко была выбрана, потому что в начале августа ежегодно проводится Всемирная неделя поддержки грудного вскармливания. И тема этого года поддержка грудного вскармливания – это коллективная ответственность. Как раз прямо вот в тему нашего клуба, и мы приглашаем всех бабушек будущих, настоящих. Можете, если вы мама, позовите ваших мам, родителей мужа и так далее. Мы готовы рассказать консультанту по грудному вскармливанию. У нас здесь в Заречном два консультанта есть. Это я и Елена Воронкова, она врач-педиатр, консультант по грудному вскармливанию. Мы проведем встречу о проблемах грудного вскармливания, как их решать. Всем, кому интересна эта тема, мы приглашаем. И будем говорить о том, как поддерживать грудное вскармливание в семье обязательно. Вот. Собственно, вот это вот. У нас такой план. Мы далеко не загадываем, но вот есть. Виктория и Елена, спасибо большое за вашу просветительскую работу. Это очень важно и нужно, особенно в условиях пандемии. Спасибо. Я желаю вам крепкого здоровья и до новых встреч в этой студии снова. Спасибо. А я напоминаю, что у нас в гостях были участники форума «Городские сообщества в действии» Елена Шустикова и Виктория Заболуева. И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам хорошего вечера и до новых встреч на канале «Заречный». Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова